Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, сегодня выпуск не из серии по будням с Иной, а из серии Food Tube with Ina. Здесь мы готовим, экспериментируем и делим с вами своими рецептами. Меня уже очень давно просили показать рецепты панкейков, как их делаю я, не из готовой смеси, а домашние. К сожалению, пока что этот рецепт я никак не снимала, но я обещала, и я его таки сниму. Сегодня у нас немножечко другое видео. Это видео, которое я позаимствовала идею из канала Тейсти, потому что буквально случайно на него попало, и оно мне понравилось. И, в общем, это очень отличная идея для вас, для тех, у кого большие семьи и не очень, у кого приходят гости, кто любит быстрые такие вот завтраки, ну или какой-нибудь даже как десерт, возможно. Сегодня мы будем делать панкики, но импровизированные панкики в духовке. Вкусняшка, сахара немного. Можно практически каждый ингредиент, который здесь есть, чем-нибудь заменить. В описании к этому видео вы найдете рецепт, пропорции. Смотрите видео, наслаждайтесь и пробуйте вместе со мной. Приятного аппетита! Вот что нам понадобится для этого великолепнейшего рецепта. Уже готовая смесь для панкейков, 4 яйца, ваниль, экстракт ванили, и абсолютно любой топпинг. Я буду использовать партиймикс, это называется. Это просто такие сухие посыпухи на торт, на крем, на капкейки. Вы можете использовать бананы, персики, клубника, малина. Абсолютно любой ваш фаворит. Это будет смотреться супер! Говорю сразу, это первый раз я делаю такой опыт. Поэтому я не знаю, какой у нас будет результат. Что касается пропорций, смотрите в описании к этому видео. Ну что ж, мы приготовили посудину. Сосуд, в котором будем все делать. И самое главное, мы еще приготовили молочко. Вы, конечно, можете использовать воду. Но для того, чтобы все-таки это уже было более похоже на мини-пирог, который мы делаем, да, то желательно на молочке. Хотя это не обязательно. Итак, у меня внутри 4 стакана смеси. Конечно же, стаканы разные. В каждой стране, например, в России у нас стакан считается 250 миллилитров. Здесь это всегда намного меньше. Что-то в районе 200. Поэтому, конечно, вот тот сосуд, который вы взяли, исходя из него, измеряйте 4 порции, да, то есть 4 стакана. Ну и исходя из этого, также у меня будет 2 стакана молока. То есть 4-2 в ваших пропорции. Добавляю. Добавляю ваниль. Вы можете добавлять, конечно, сколько вы любите, но мы все прекрасно знаем, что если добавить слишком много, то когда оно приторно, оно не очень вкусно. Добавляйте, конечно, на свое усмотрение, но я добавляю на вот эту порцию 1, вот у меня здесь написано, 1 столовая ложка. Так как конкретно моя смесь уже содержит в себе белки, не яйца. Есть смеси, которые содержат прямо в себе уже и яичные белок, и желток. Моя содержит только белки. Я все-таки не буду давать туда 4 яйца, я дам 3 яйца. И опять-таки посмотрим первый раз, как получится. Возможно, нужно будет добавлять 4, но я буду добавлять все-таки 3. Последний важный ингредиент – молоко. Венечек и поехали! Мой венечек слишком мал, короткий для этой порции. Сейчас мы его обчистим. И возьмем старую добрую вилку. Тем временем мы разогрели нашу духовочку на 220 градусов. И сейчас будем отправлять нашу смесь на противень. Преждевременно я его, конечно же, смажу растительным маслом. Либо вы можете, конечно же, постелить, если у вас есть бумага для выпечки. У меня ее нет, поэтому будем, так сказать, справляться обычными народными средствами. Ну, извините, противень не первой свежести, но я его обожаю. Ну что, поехали! Выкладываем нашу смесь. Как я люблю силиконовые лопатки. Я не знаю, как без них хозяйки справлялись раньше на кухне. Просто все вычищают. Без следа. Ну, полюбуйтесь. Так, теперь моя задача расправить, так как эта смесь сейчас начнет подниматься, естественно. И моя цель сделать все-таки такой вот этот вот квадратик. Мне нужно как можно скорее, пока она не начала набухать в той куче, в которую я ее вывалила, разместить равномерно по противню все тесто, которое мы приготовили. Отлично. Итак, сейчас мы отправим наш пирог, так называемый, или просто огромный панкейк. Духовку на 15 минут, напоминаю, на 220 градусов. Вот у нас вид сверху. Такая вот красота. Отправляется в духовочку на 15 минут, 220 градусов. Скоро увидимся. Итак, прозвенел сигнал. Таймер готов. Вытаскиваем, вытаскиваем. Вау, ребята. Амейзинг. Та-дам. Посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Ну что, резать сейчас можно абсолютно как вам хочется. Хотите квадратиками, кружочками, какими-то формочками для печенья, потому что, в принципе, по большому счету, это было тесто для панкейков. Но получился такой себе очень даже неплохой пирог. Вот можно видеть, как он хорошо отошел от краев. Он не прилип. Он не прилип. Вот такая красота. Он остынет. Мы нарежем. Ну и посмотрим, что внутри. Короче, постояла я здесь, подумала и решила. Я не буду ждать. Он очень хорошо отошел. Я его попытаюсь вот прям так выложить. Смотрите, он очень хорошо. Видите, он очень легко отошел. Значит, ну, буду делать немножко не по-хозяйски. Я вот прям вот так сразу, мне чистая поверхность. Оп. Вот он весь вышел. Ничего не прилипло. Так. Ну и что, сейчас мне же нужно его обратно, наверное, как-то, да? Ага. А обратно-то как? Надо полотенечко. Берем полотенечко. И вот так вот его. Опа. Есть. Друзья, мы это сделали с вами. Полюбуйтесь. Полюбуйтесь на эту красоту. И на эту высоту. В общем, работы 15 минут в духовке. 5 минут, пока мы все смешали, грубо говоря. Плюс разогрели футболку. Плюс пока разогрели духовку. Поэтому, в принципе, за 20 минут, вот у вас завтрак на выходной день готов. Режете хотите квадратиками, треугольничками. Какими-то формочками. Хотите, едите так. Хотите, со сметанкой. Хотите, с мейпл-сироп, с вареньем. Кому, что. Вот наша красота. Полюбуйтесь. Красота разреза будет зависеть, естественно, от того, что вы туда начините. Ягодками, может, какими-то. Может, орешками даже кто любит. Ой, красота. И вот он мягкий, мокрый, нетверденький. Прелесть. Так что, вот вам такая вот красотинушка. Ставьте лайк. Так как он абсолютно не сладкий. Я для красоты видео полью его сиропом. Вот, даже стол полила заодно. Ну что, друзья. Пробуйте. Не бойтесь. Очень вкусно. Главное, быстро и удобно для большой семьи на завтрак. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.